Сторон нашего гостя сегодня с нами Евгений Дикий, экс-командир завода батальона Айдар. Рады вас видеть, Евгений. Приветствую вас. Взаимно. Добрый вечер. Слава Украине. Героям слава. Действительно, сценариев на самом деле множество. И мы тут сегодня вспоминали Институт изучения войны. Мы также говорили, что пишут западные издания. Но давайте также обратимся к украинской разведке. Что говорят в нашей разведке? Есть ожидание наступления оккупантов российских в феврале-марте 2023-го. Наиболее вероятно, что в этот период Российская Федерация активизирует бои в Донецкой и Луганской областях, поскольку Главное управление разведки располагает информацией, что Путин поручил командующим своих войск Герасимову захватить Донбасс до конца марта. Россияне могут начать наступление на годовщину полномасштабного вторжения 24 февраля из-за любви к датам. Такой прогноз озвучил секретарь Совета национальности и безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Вот такая вот история. Давайте также с вами, Евгений, не прошу ваших прогнозов, потому что такая вещь неблагодарная действительно, но все же обрисовать ситуацию ближайших недель. У нас с вами уже конец января, наступает февраль. Давайте обрисуем, как вы видите картину боевых действий в ближайшей неделе. Ну, начну с такой мелочи, вот именно привязка к 24 февраля, то есть вот как там. Я, конечно, понимаю, что российское руководство – это действительно глубокий совок головного мозга, и мне вспоминаются все эти вот времен моего советского детства шутки насчет того, что смех без причины – признак годовщины. Но мне кажется, что вот за 10 месяцев этой войны, если не считать новогоднего салюта, именно вот ракетного удара в новогоднюю ночь, вообще-то все другие предположения о привязке именно к каким-то конкретным, не просто конкретным, а к каким-то именно таким политически значимым датам, как, например, День независимости Украины, какие-то российские ювелейные даты, вообще-то все это не срабатывало. То есть, похоже на то, что все-таки их планирование не настолько уже тупое, чтобы конкретно привязываться обязательно к годовщине. Гораздо более важным фактором все-таки выступает погода. Вот, например, то промерз грунт или там грязь. Это вот с точки зрения продвижения бронетехники – это гораздо более важный фактор, чем календарь. И мне кажется, что россияне уже все-таки не настолько тупы, как были год назад. И они, ну, надо быть объективными. Они все-таки учатся на своих ошибках, поэтому я не думаю, что они будут вот так вот жестко, догматически себя подгонять под какое-то именно число. Они все-таки будут смотреть по совокупности факторов, то есть по готовности их войск и по погодным условиям. Но в целом, конечно, какие-то их попытки наступления в ближайшее время однозначно будут. Но дело в том, что когда сейчас идут дискуссии об русском наступлении, в слово наступление каждый говорящий вкладывает что-то свое. Дело в том, что когда говорят о так называемом большом наступлении, то даже тут уже есть разные трактовки. То есть может быть то, о чем мы всерьез говорили пару месяцев назад, что возможно они попытаются, как это они любят говорить, если надо повторим, так вот, что возможно они попытаются повторить наступление на Киев. То есть собрать, так сказать, контингент 2.0 и попытаться с учетом некоторых сделанных год назад ошибок, снова попытаться вторгнуться в Украину с севера, с прицелом на столицу, с прицелом на отрезание западной Украины от центральной и так далее. Ну и сейчас уже можно абсолютно уверенно говорить, что в ближайшие месяцы им это не светит. То есть просто не собрано, не сконцентрировано. И я бы сказал, не структурировано, то есть не превращено в боеспособные военные части достаточного количества людей на этих направлениях. Может быть, не так давно читал оценку того самого Института изучения войны, который мы тут упоминали, о том, что, возможно, все-таки они на осень будут готовить опять великий поход на Киев. Но я думаю, что любое прогнозирование с прицелом аж на осень, это сейчас немножко несерьезно, потому что за весну и за лето очень многое поменяется на нынешнем фронте. И говорить о том, будет ли война аж осенью распространяться далеко за пределы сейчас охваченных войной частей Украины, но сейчас просто нет достаточных оснований ни у кого. А если мы берем короткую перспективу, то есть ближайших хотя бы пару месяцев, то все эти наполеоновские планы с походами на Киев можно полностью отбросить. Мы можем смотреть только на левый берег Днепра. И опять же, там есть вариант максимум. Это попытка удара даже не на Харьков. Они все-таки, кажется, поняли, что двухмиллионный Харьков они так просто не возьмут. А вот попытка удара восточнее Харькова, по сути, где-то по границе Харьковской и Луганской областей, и встречного удара наоборот с юга из Запорожья. И таким образом, в случае успеха такого плана, то вся наша группировка в Донбассе оказывается под угрозой котла. И вот она должна либо остаться в окружении, либо уйти на левый берег, и тогда, по сути, фронт смещается на речку Днепр. Ну, честно говоря, этот план имеет, ну, хоть, скажем так, тут я могу предположить, что они хотя бы попробуют это сделать в ближайшие месяцы. Но шансов, что они, как-то сказать, смогут осуществить такой именно синхронный удачный прорыв сразу из севера и с юга, и что эти вот два больших, так сказать, танковых клина приблизятся к друг другу, и возникнет угроза, что они реально смыкают кольцо, но, ну, скажем так, лично я бы это оценил вероятность этого как крайне низкую. То есть попытаться, возможно, и попытаются, шансов на успех, ну, очень немного. А вот если мы уже вообще забываем про любые большие планы, а переходим к локальным наступлениям в пределах региона Донбасса, вот это уже совсем другая история. Ну, во-первых, такие наступления уже идут. Тут как бы нет смысла говорить о некоем новом наступлении. Речь идет о продолжении того, которое не прекращалось с осени прошлого года. Вот как в сентябре они начали штурмовать Бахмут, вот с этого времени в Донбассе наступление русских не прекращалось. Просто сначала они в лоб пробовали именно штурмом взять Бахмут. Где-то в декабре они признали, что это нереально. Тогда они переключились на Солидар как более достижимую цель. И за полтора месяца боев эту цель они таки взяли. Сейчас вот в роли следующего, скажем, Солидара, то есть условно достижимой цели сейчас Углядар, за который идут жестокие бои. И это все укладывается вот в то, что вы озвучивали, про то, что ближайшей политической целью является выход на административные границы Донецкой области. Но опять же, политическая цель, достижима ли она военно? Я бы сказал, что в те сроки, которые озвучены, то есть как до конца марта, однозначно нет. Даже если им удастся захватить Углядар, и даже потом удастся выдавить нас из Бахмута, ну, я бы этого полностью не исключал, Бахмут снабжается по двум трассам, и из них одна уже под угрозой после того, как они взяли Солидар. Если они прорвутся через Крещевку и ко второй трассе, ну, нам самим будет, скажем, больше смысла отойти от Бахмута, чем держаться за него без нормального снабжения гарнизона. Но даже если мы, предположим, самый худший сценарий, вот они берут Углегорск, они берут Бахмут, что, мягко говоря, еще как минимум в любом случае займет немало времени. Например, они его взяли. Скорее всего, тогда пришлось бы оставить Сиверск. И все. А дальше они вместо административной границы Донбасса упираются в громадную агломерацию Славянск-Краматорск-Константиновка. И вот если учесть, что Бахмут они берут с сентября, то есть уже шестой месяц хорошо так прошел, и пока еще не взяли. И дальше мы сравниваем вот этот вот район Бахмут-Солидар-Авдеевская промка. Сравниваем его с районом Славянск-Краматорск-Константиновка. И мы понимаем, что в таком случае, таким же темпом и такими силами, вот эту агломерацию Славянск-Краматорск-Константиновска им придется брать следующих полтора-два года. То есть о выходе к границе Донбасса в конце марта ни с какой стороны речь не идет. Ну и, наконец, последний из озвучивавшихся... Да, я просто буквально вот, чтобы вы сейчас нарисовали настолько масштабные действия, просто по тем... Информация, которая поступает из Минобороны России, из Генштаба, ну попадает реальная информация. Сейчас в штабе Герасимова занимаются больше пониманием того, как военным не использовать мобильные телефоны на фронте, как после Макеевки. Да, или как двигаться или не двигаться, передвигаться ли на гражданских машинах российским военным. А тут вы говорите про настолько масштабные операции, которые Герасимов совместно с генералами, которые уволены были, более 11, если мне не изменять память, за 11 месяцев полномасштабной войны, все это формировали. Тут как бы про время и ресурсы тоже хочется, знаете, про возможность такую. Да, ну вы знаете, вы просто так вот сейчас... Не могу теперь просто удержаться после вашей реплики от маленького офтопа, просто перескочить на другую, скажем, тему. На самом деле назначение Герасимова, это одна из самых, скажем, для нас обнадеживающих новостей за последнее время. Я вот тут просто не могу не вспомнить, как мой хороший друг, он именно профессиональный кадровый военный разведчик. Вот когда, может помните эту историю, когда наша артиллерия чуть было не накрыла Герасимова во время посещения им тогда еще оккупированного Изюма. Вот, и Герасимов тогда буквально вот успел выскочить минут за 40 до того, как наша арта отработала. Так вот мой друг, военный разведчик, тогда говорил, что елки-палки, ну если бы я был условно заложным, да я бы не то, что не организовывал такое, я бы категорически запретил пальцем трогать и Герасимова, и всех его генералов. Они же, говорит, краснокнижные, заповедные идиоты, а не дай бог мы их убьем, и вместо них поднимутся молодые умные. Вот на самом деле назначение генерала Герасимова очень порадовало. Я напомню, что он еще начал бороться с неуставными стрижками в российской армии, с ношением неуставной формы одежды, и, внимание, он начал бороться с ношением бороды военнослужащими. Нет, ну это просто прекрасно. То, что у них сейчас во главе такие дуболомы, это, конечно, дает нам, в общем, некую надежду. Но тем временем, все-таки, давайте слишком их не недооценивать, потому что пока генерал Герасимов борется с бородами, вот тем временем все-таки Пригожин взял солидар. Ну вот давайте не забывать этот факт. Поэтому лучше, наоборот, мы их чуть-чуть переоценим, и будем лучше готовиться, вот, а потом еще удивимся, ой, оказывается, что они были слабее, чем мы думали. Чем наоборот. Вот, так вот, закончу о последнем направлении, где может быть их наступление. Это Луганская область. Там сейчас в наступлении мы, но все-таки напомню, что мы все-таки в упор уже третий месяц не можем взять криминую Сватова. То есть, да, мы их туда загнали, а вот дальше уперлись в плотную линию обороны, куда они навезли громадное количество вот этих самых мобиков. Да, мобики слабые, мобики плохо обученные, но их очень много, а задача-то у них простая. Вот просто сидеть в окопе и не убежать, и все. То есть на наступление они не способны. Так вот, похоже, они пытаются подтянуть туда части, оставшиеся у них еще не из мобиков. Вот последние остатки именно кадровых частей, в частности десантных. И, возможно, это подготовка к тому, чтобы попытаться именно на Луганщине устроить контрнаступление. Ну, что сказать, перспектив продвинутся далеко, я у них там не вижу, но это может еще сильнее задержать наше наступление там. На самом деле, это один из неплохих методов. Когда ты хочешь сорвать вражеское наступление, попытайся вместо этого сам понаступать там же. Пусть даже без шансов на серьезный успех, но, как минимум, враг переключится, и с задачи наступления переключится на задачу обороны. Возможно, на Луганщине они в ближайшее время вот что-то такое нам готовят. Ну, я бы сказал, что вот это, наверное, тот максимум, вот на который они в данный конкретный момент способны реально. В Запорожье они попытались чуток понаступать, но это, по сути, свелось к очень небольшим тактическим движениям. То есть, то ли это и была всего лишь разведка боем, то ли это на самом деле тот максимум, на который они там способны. Надеюсь, что скорее второе все-таки. Евгений, а как вы думаете, одновременно со всех этих направлений, о которых вы сейчас говорили, может вот в определенный день, в определенный момент, и час, и время начаться вот с нескольких направлений сразу и все? Ну, начаться можно все, что угодно. Но чем с большего количества направлений они попытаются, тем легче мы это отобьем. Вот как раз напомним их единственный успех за последние месяцы, тот самый Солидар. Так вот, чтобы взять один маленький Солидар, им пришлось бросить даже штурм соседнего Бахмута. То есть, даже два города одновременно они уже не тянули. То есть, чтобы наступать успешно, им пришлось, по сути, все силы сконцентрировать на один крохотный городок с довоенным населением 13 тысяч. Вот, я думаю, хороший показатель, что будет, если они попытаются наступать сразу на нескольких направлениях. Также СМИ сообщают о том, что Кремль ныне спешит вновь начать такое определенное наступательное действие на территории Украины до того, когда вооруженные силы Украины получат необходимые и уже заявленные танки, в том числе, ныне ведется речь об истребителях, но давайте только об официальных вещах. Это все-таки танковая техника. Военное начальство, как говорят СМИ, считает это авантюрой, но вы сегодня сказали о максималистских политических целях. Все-таки их, я так понимаю, будут придерживаться. Исходя из вот такого... Вот что называется, ваши слова, богу в уши. Если у них опять политика перевесит соображения кадровых военных, это лучшее, что для нас может произойти. Они именно на этом постоят... Это те самые грабли, на которые они наступают всю эту войну, и чем мы успешно пользуемся. Когда им политики нарезают задачи, которые с военной точки зрения нереальны. Тут как раз важно и добавить, и заметить. Я понимаю, что мы больше переходим в степь международной политологии, но тем не менее, промедление со стороны стран Запада, некоторые из них говорят о поставке танков чуть ли не летом, да, или позднее весной, оно может стоить. Чуть ли, летом это хорошо. Ну, это не худшее. Летом это не худшее из того, что они говорят. Конечно, конечно. Ну, то есть, это медленно довольно. А возможно ли быстрее? Тут так же важно понимать. Ну, будем реалистами. Быстрее конца весны не приедет. Дай бог в конце весны уже получить достаточно значимую часть от того общего количества, которое озвучено. В ближайшие недели могут приехать разве что польские и британские танки, но и то, и то, это по одной танковой роте по 14 машин. То есть, это не то, что влияет на ситуацию на фронте. Тут как раз надо быть реалистами. Надо понимать, что вот все то, что нам сейчас наобещали на последнем Рамштайне, это уже на наше летнее наступление, а не на то, чтобы отбивать наступление орков сейчас. Но дело в том, что в этом ничего плохого нет. Для того, чтобы отбивать наступление, у нас и сейчас достаточно всего хватает. Нам не хватает именно то, чтобы прорывать их оборону и глубоко дальше заходить на оккупированные территории. Мы под это просим именно, прежде всего, тяжелую бронетехнику. А отбить их наступление, я думаю, мы вполне в состоянии тем, что сейчас есть. Насколько, да, это будет реалистично, но также, собственно, тут мы уже говорим о наступлении с нескольких сторон, но, опять-таки, это больше глупость, чем реалистичность. Опять-таки, welcome, господин Герасимов, делайте то, что вы умеете прекрасно делать, когда попытки оккупировать Киев, они закончились быстрым побегом и тысячами смертями. Да, зато, знаете, захватить парадные формы они тогда не забыли. Кстати, да, да, жители Ирпеня, находящие потом это у себя в Киевской области. Ну, Герасимов, может, пункт на формах. Ну, да, не, ну, это фишка, слушайте, Евгений, давайте не забирать у человека хотя бы что-то, что ему приятно непосредственно на это. Еще один аспект, который довольно важен в определенных наступательных действиях, и мы, наверное, будем заходить в степь таких все-таки темных вещей, то, о чем мало известно. Это снарядный голод, о котором довольно часто говорят. Никто не знает, сколько Россия ныне производит артиллерийских снарядов. О качестве мы, в принципе, можем дискутировать, ну, можем отталкиваться от слов главнокомандующего вооруженных сил Украины, господина Залужного, о производстве чего-то там где-то за Уралом. Но правильно я понимаю, что десятилетие модернизации российской армии Герасимовым, они буквально были вложены в руки российским военнослужащим на протяжении полугода полномасштабной агрессии против Украины. Ну, и тогда логичный вопрос. А сейчас что? Насколько реалистично, во-первых, поддерживать темп производства в условиях санкций, которые не всегда работают так, как бы хотелось, но тем не менее, ограничений, финансовых издержек и многого другого? Ну, по сути, все произведенное за 20 лет российским оборонпромом, оно все ушло на вот этот так называемый огненный вал, которым выжигали донецкие города летом прошлого года. Вот лето, когда до 60 тысяч снарядов выстреливалось за сутки, россияне просто считали, что этим огненным валом они переломят ход войны. Не переломали, а вдруг оказалось, что даже российские запасы отнюдь не безграничны, что в бездонных российских складах, оказывается, дно уже хорошо видно. И поэтому сейчас мы не сталкиваемся уже с этим огненным валом. У них уже режим экономии, то есть они сейчас выстреливают в 4-5 раз меньше, чем позволяли себе еще даже, например, в сентябре, не говоря уже про июнь. То есть уже понятно, что снаряды у них еще есть, но они уже пошли под счет. И уже реально введен именно режим их экономии. И насчет того, сколько они сейчас производят, начнем с того, есть вообще большой вопрос, производят ли. Дело в том, что оказалось, что хваленое импортозамещение полностью было фейком, от начала до конца. И последние 20 лет русский оборонпром полностью зависел от поставок западных комплектующих. Сейчас эти поставки прерваны. Да, к сожалению, западные санкции, введенные после Крыма и после начала интервенции в Донбассе, были очень дырявыми. То есть последних 8 лет они себе все спокойно еще производили. Но вот после 24 февраля прошлого года, похоже, все эти дырки реально заткнули. И русский оборонпром сейчас парализован. Он не мертв, но он именно в полном параличе. И им нужно время для того, чтобы перестроиться под новые обстоятельства. Это не означает, что они не могут оборонпром оживить. Могут. Но время нужно существенное. Я бы его оценил порядка года, плюс-минус. Они за это время могут, во-первых, возобновить совсем уж древние советские технологические процессы. Как они сейчас, если вы, наверное, уже слышали, как они решили вопрос с автомобильными двигателями. Они опять начали производство газовского автомобильного двигателя 1963 года. Да, это чудо советского автопрома, которое содержит в себе массу дорогущих металлов, которое жрет бензин немерено, которое по уровню технологии, вот это уровень 1960-х годов, но как-то глохнет, чухает, пыхает, но едет. Вот примерно то же самое они могут сделать со снарядами и с ракетами для Градов. То есть они как минимум могут вернуться к советским технологиям годов 70-х, которые все-таки действительно не требовали импортных комплектующих. Эти производственные циклы были примитивные, но полностью замкнутые внутри СовК. Вот они могут это возобновить, но на это нужны длинные месяцы, возможно год. Но еще, конечно, они параллельно будут пытаться просверлить дырки в санкции. То есть научиться у Ирана, как можно через третьи-четвертые страны завозить себе нужные комплектующие, вот тайно. Опять же, в принципе, я думаю, справятся, но это опять же не быстрый процесс. Иран 40 лет под санкциями, у них было время потренироваться, научиться методам пробы и ошибок, и все равно они все могут завозить. А россияне только вступили на этот путь. И поэтому сейчас у них явно острый кризис с БК. Остроту кризиса можно судить потому, что они, это есть уже довольно распространенные данные западных разведок, что в Россию начали поступать снаряды из Северной Кореи. Вот это очень показательно. Дело в том, что в 2020 году был военный инцидент между Северной и Южной Кореей, в ходе которого Северная Корея выстрелила 2400, следим за цифрами, 2400 снарядов выпустила по маленькому пустому Южнокорейскому островку. Так вот, из этих 2400 снарядов до цели долетели 400, а из этих 400 разорвались 80. Вот вам качество северокорейской продукции. Ну, что как бы совершенно неудивительно для полностью изолированной страны, где даже грузовики ездят на дровах. Я вот сейчас не пошутил. У них реально есть грузовики на дровах. Так вот, россияне уже покупают даже такие снаряды, естественно, чудесно, зная, какое у них качество. Но это значит, что своих все меньше и меньше. Вот. Ну и, в общем-то, именно этот дефицит боеприпасов, он открывает для нас определенное окно возможностей. Вот нам нужно спешить, пока они не затянули время и не наладили снова свой вот этот вот древний, вот пыхтящий, но все-таки, в принципе, пригодный чему-то советский оборонпром. Да, огромная вам благодарность. Хотелось бы еще поговорить, но эфирное время как раз закончилось. Обязательно пообщаемся. Есть еще что обсудить. Евгений Дикой, экс-командир завода батальона «Айдар», был с нами на связи.